Привет, друзья! На связи юрист из будущего Сымбат Алиханян. Сегодня я вам расскажу, как в России открыть закон на криптообменник. Ну что, интересно, да? Я знаю, что многие люди, которые находятся в криптомире, кто пользуется криптовалютами, кто занимается бизнесом в сфере майнинга, в сфере обмена криптовалют, они подписаны на мой канал. Садимся внимательно и пошагово записываем. Первое, это факт, что в России можно законно открыть криптообменник. Второе, у нас есть закон о цифровых финансовых активах, который регулирует вообще все, что связано с криптой, и там заложены основные базисы, которые пока не до конца работают. И в этом законе есть процедура открытия криптообменника. И она очень сложная. Это сродни получения банковской лицензии, либо получения лицензии на биржу какую-нибудь там ценных бумаг. Поэтому до сих пор таких криптообменников нет. Подобные лицензии есть у Сбербанка, у ВТБ. Но есть другой способ открытия этого криптообменника. И этот способ намного проще, понятнее. И этот способ мы даже уже однажды реализовали. Итак, как мы открываем криптообменник? Первый шаг. Регистрируем юрисдикции, в которой разрешен обмен криптовалют, компанию, которая может заниматься трейдингом, например, в сфере криптовалют, которая может, например, быть криптообиржей. И такая страна это Объединенные Арабские Эмираты, например, Дубай. Например, в нашей партнерской фризоне, которая называется Ивза, есть специализированные лицензии, связанные с криптовалютами. Я прикреплю сюда ссылку к этому ролику, вы можете зайти и посмотреть. Но такие страны есть, ну кроме Эмират, есть и другие страны. Многие там работают с Турцией. Есть криптобиржи, которые в других странах. В общем, вам нужна любая законная юрисдикция, которая работает с криптовалютой. Есть даже currency.com в Белоруссии, кстати. Следующий шаг. Вам нужна компания в России. Компания вам нужна, которая будет оказывать финансовые консультационные услуги на территории России. Вы начинаете понимать суть. Дальше нам нужно нашу официальную площадку за границей как-то связать с компанией на территории России. Соответственно, мы путем договоров определяем между ними отношения. Например, компания в России может быть агентом криптобиржи зарубежной, зарегистрированной в Дубае, либо в Турции, либо в третьей стране, на каких-нибудь островах, на которых есть много криптобирж. Все, у нас появилась конструкция. И агент может по поручению биржи получать денежные средства. И эти денежные средства отправлять на биржу после уплаты всех налогов необходимых в России. И там эти денежные средства будут на балансе клиента. Там клиент сможет делать все, что угодно, обменивать между собой, выводить, продавать и делать что угодно. И вот, казалось бы, простейшим способом возникла конструкция, когда мы можем официально открыть криптообменник. То есть здесь, в России, фактически открывается представительство криптобиржи. И вот вам законный способ. Вы скажете, все так просто? Да, просто. Конечно же, есть детали. Детали, связанные с правовым регулированием всего этого процесса, с деталями, которые прописаны в договорах. Далее, с паспортами сделок, которые открываются, и с функциями валютного контроля, которые есть. С налогами, которые обязательно нужно платить. Но как сделать, чтобы не платить их очень много? 20, 30, 40 процентов. Оплатить 1, 2, 3, например. Это тоже детали, которые нужно учесть. В общем, есть много всего. Но самое главное, это видео направлено на одно. Показать вам, что это можно, что это доступно и понятно. Друзья, связаться со мной, либо попросить меня помочь вам открыть криптообменник, вы можете путем оставления заявки в описании к этому ролику. Там есть контакты моей компании, есть телеграм, инстаграм и все остальное. Пожалуйста, обращайтесь. А с вами, как всегда, был юрист из будущего, Самбат Алиханян. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok